в общем друзья сегодня закончился курс випассаны и сказать что я удивлен ничего не сказать это очень круто это очень крутая практика сама по себе випассана представляет собой курс на котором мы обучаемся практике медитации то есть випассана как некоторые думают это не практика молчания хотя здесь молчание присутствует мы не контактируем ни с кем мы контактируем только с учителем и только тогда когда у нас вызовет на беседу задать вопрос все ли получается по технике вот а так нет контакта со студентами нет контакта визуального то есть мы не пересекаемся глазами мы не трогаем не прикасаемся то есть полная 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 полнейшая просто изоляция вот кстати посмотрите по такому коридорчик у я вот иду и вот я иду из своей комнаты сейчас у нас чаепитие в общем опыт конечно непередаваемый я желаю чтобы каждый из вас обязательно получил эту практику випассаны вот такой вот красивый коридорчик ведет к моей комнате самом-самом конце здесь по бокам тоже можно увидеть комнаты вот в каждой комнате один человек все по отдельности здесь живет учитель так идя по коридорчику мы поворачиваем сюда и здесь самом конце находится моя комната сюда вот на дерево часто попугаи прилетали сюда павлин приходил это этот корма ежил немного сейчас покажу вам мою комнату замков тут нет потому что потому что в общем моя комната тут у меня сушится вещь кровать туалет ну вот чем так все скромно кровать жесткая естественно от комарник потому что комаров тут очень много ну вот так вот это все выглядит здесь вот у нас время чаепития сейчас уже все разговаривают ребята сидят общаются девушки тоже вот такая вот у нас кухня здесь мы кушали каждый сидел за своим столом практику випассаны мы проходили в городе анорадхапура и вот так вот выглядит наш медитационный центр если посмотреть на него сверху в общем инстаграм поступила очень много вопросов по поводу практике и И я сейчас хочу вам поподробнее про это всё рассказать. Вопрос такой. 10 дней молчишь и медитируешь? В общем, практика сама длилась 10 дней. И да, 10 дней мы молчали. Мы имели возможность только разговаривать с учителем на перерывах, когда он вызывал нас и спрашивал про технику, насколько ли у нас всё получается. Потому что всю практику випассаны мы изучали только одну технику медитации. И поэтому при изучении этой техники медитации постоянная была корректировка. И поэтому он постоянно нас вызывал и спрашивал, задавал вопросы. Получается ли это? Чувствуете ли это? Как у вас получается наблюдать? Как у вас получается не ловить мысли? В общем, все-все-все вот эти моменты он у нас спрашивал. Мы с учителем могли только контактировать. Мы с учителем только могли обмениваться взглядом и, соответственно, задавать ему вопросы. И только шёпотом. Поэтому было вот так вот всё. Следующий вопрос. Что необычного происходило во время практики? Необычно для меня было то, что я не впускал в свою голову мысли. И то, что я старался, наоборот, больше погрузиться ментально в медитацию, ментально в эту технику для того, чтобы не было мысли в голове, для того, чтобы я вообще ни на что не отвлекался. Для меня это было необычно. Это необычное состояние безмыслия, необычное состояние концентрации. Я вот испытывал такие действительно необычные ощущения. Да, было необычно в этом плане. Я бы больше не сказал, что для меня чего-то необычного происходило. Как это было и какие были ловушки ума? Ну, самая главная ловушка ума – это мысли. Потому что задача, наоборот, прикоснуться к самаде и избавиться от постоянного потока мыслей и выйти на такой уровень сознания, когда ты наблюдаешь просто за моментом. По сути, что такое мысль? Мысль – это наше воображение. И мы испытываем определенную реакцию на наши мысли, на это воображение. И мы испытываем ощущения. И это ощущение может быть как и влечением, так и отвращением. И наша задача во время практики випассаны – быть лояльным, быть спокойным к этим ощущениям. То есть здесь развивался очень мощный контроль. Потому что практика сама по себе сложная. Мы ее практиковали достаточно усердно. Очень много энергии забирала эта практика, но она, конечно, давала свои результаты. Можно ли заниматься йогой на випассане? На випассане все практики нужно прекратить. Все ритуалы нужно будет прекратить. Потому что они будут отвлекать. На практике нужно только медитировать, медитировать, медитировать и все. То есть никаких сторонних практик, никаких перечитываний отчеток, никаких благовоний. Ничего этого с собой приносить нельзя. И нельзя это ничего использовать. Эта практика нам передавалась в самой чистоте, насколько она может быть чиста, насколько она должна передаваться в чистоте от учителя к ученику. Следующий вопрос. Ты заходил на випассану с определенным запросом? Да, я заходил на випассану с запросом очистить свой ум, очистить свое сознание и освободиться от разных влечений, от разных зависимостей, которые у меня были. В принципе, у меня это получилось достаточно хорошо. И теперь задача укрепиться в технике, укрепиться в практике. И теперь задача постоянно практиковать, практиковать. Поэтому, если у вас нет понимания, для чего вам идти на випассану, то я считаю, вам не нужно туда идти. Конечно, да, на вообще любое действие обязательно нужен запрос. Следующий вопрос. Какой день по счету самый трудный? Самый трудный день был второй и шестой. Потому что на второй день мне в голову приходили такие мысли о том, что, блин, как сложно, я хочу свалить отсюда. Ну, да, были такие мысли, конечно, к действию они не привели, но были такие мысли. И шестой день. Потому что мы укрепились в технике. Мы медитировали еще усерднее, еще усиленнее. И расход энергии ума был еще больший. От этого расхода было некое опустошение в этот момент. И прям было такое тоже желание. Ну, было тяжело на самом деле. Свалить не хотелось, но было просто тяжело. И когда мы слушали курс на Випассане, то есть у нас было 9 часов медитаций, 9 часов мы сидели на полу. Ну, это все, естественно, с перерывами. И 2 часа мы слушали лекции, мы слушали курсы по поводу этой практики, по поводу того, как это все делается, как это все проходится. С ума не сходишь без информации на Випассане? Ну, на самом деле, я вообще не думал. Первые 7 дней у меня не было никаких мыслей. То есть ум, он не должен выходить за пределы центра. Он должен находиться там, именно в медитационном центре и заниматься практикой. Потому что, когда мы выходим за пределы медитационного центра нашим умом, то это является таким одним из врагов Випассаны. Потому что могут потом возникнуть некоторые проблемы, привязанность и всплывать некоторые отвращения или влечения. Поэтому задача была максимально быть сконцентрированным на практике и максимально сосредоточенным. Поэтому я бы не сказал, что я сходил с ума. Такого вообще не было. Было на самом деле не до этого, потому что реально было чем заняться. Что было самым сложным? Ну, вот для меня самым сложным было это сидеть такое большое количество времени и медитировать. Потому что медитации действительно сложные, действительно очень энергозатратные. Поэтому было прям реально сложновато. Расскажи, что ты чувствовал, какое сейчас состояние, какой был разговор с собой. Честно скажу, разговора с собой вообще никакого не было. Я вообще никак не разговаривал с собой. Я занимался только наблюдением себя. И в принципе из чего состояла вся Випассана. Все 10 дней мы занимались медитациями и мы занимались молчанием. Ну, также, соответственно, мы кушали и спали. И подъем был в 4 утра, отбой был в 9, в 9.30. И на сон уходило всего лишь 6 часов. И за это время скопилось во мне очень много энергии. И реально ты понимаешь, что ты можешь все. Что вот этот энергопоток, который вселился в мое тело, он был настолько мощным, что я теперь прям чувствую, что действительно возможно абсолютно все сделать. Состояние сейчас спокойное, умиротворенное. Не хочется никуда торопиться, но хочется очень много делать. Хочется действовать, хочется продолжать воплощать все свои идеи, все проекты, которые я задумал в эту жизнь, в этот мир. Поэтому такой вот план дальнейший. Расскажи, что ты чувствовал. Во время практики, ну, естественно, я чувствовал сложность, я чувствовал напряжение, я чувствовал концентрацию, я чувствовал состояние освобождения от загрязнений ума. И я очень сильно почувствовал, как мой ум очистился, как все стало по полочкам, как все стало по своим местам. Действительно, в голове навелся полный порядок. Потому что такое количество медитаций, такое количество сидения в одной позе. Ну, конечно, мы меняли ноги, но тем не менее, это было достаточно так непросто. Но, конечно, ощущения незабываемые. И основное мнение людей о випассане, оно немного искаженнее. Потому что я, когда не был на випассане, я слышал от людей, что випассана – это просто практика молчания. На самом деле нет. Да, практика молчания, она присутствует, но это не первостепенная цель. Первостепенная цель – обучиться практике медитации, которую будет давать учитель. И мы с каждым днем, шаг за шагом, степ-бай-степ, апгрейдили нашу практику до состояния, когда мы можем полноценно использовать эту практику. И теперь, для того, чтобы полностью утвердиться в практике, ее нужно теперь применять в жизни. Потому что, да, курс классный, он очень сильно меняет мышление, он очень много дает информации. У меня появились новые пазлы, у меня появились новые вопросы, у меня сложились старые пазлы с моими прошлыми знаниями и с моими нынешними знаниями. У меня это все скомпоновалось в одну кучу, и все так стало по полочкам. Я начал еще больше понимать, что вообще происходит в этой жизни. И у меня открылись новые вопросы, на которые я теперь дальше буду искать ответы. И это здорово, жизнь идет, жизнь продолжается. А мы все больше-больше познаем себя, познаем свое тело изнутри. И самое главное, это ощущать то, что происходит в этой жизни, сейчас, здесь, в настоящем моменте, и вот в этой секунде, в этой минуте, в этом мгновении. Потому что все изменчиво, и все непостоянно, и привязываться к вещам, которые имеют свойство изменяться, это несет за собой некие страдания, потому что мы привязываемся чувственными ощущениями, каким-то к предметам, к объектам, к образам, к действиям. А по факту они постоянно изменяются, потому что нет ничего постоянного. Все как волны, плывет и изменяется. Поэтому задача практики научиться быть сконцентрированным, научиться быть спокойным, научиться наблюдать, просто быть наблюдателем и понимать вообще, что происходит в этой жизни. На этой практике мы развивали нравственность, мы развивали концентрацию, мы развивали мудрость. Мы очищали свой ум от загрязнений, от влечений, от отвращений, и состояние действительно стало настолько чистым, настолько спокойным, умиротворенным, что хочется двигаться дальше, хочется жить дальше, ощущать эту жизнь полной грудью, благодарить, давать пользу. И делать все так, как хочется нашей душе. Я стал еще более чувствителен, я стал еще лучше слушать себя, свое тело, потому что все, что говорит наша душа, мы все это можем понимать. Жалко, конечно, не все это понимают, но я искренне желаю, чтобы все прикоснулись к себе, поняли, кто мы, для чего мы здесь, чтобы действовать вместе с нашими законами природы, потому что закон природы есть закон природы, его никто не изменит, он останется всегда законом природы. Поэтому, ребята, я очень рекомендую попасть на курс Випассаны. Для начала понять, для чего вам это надо, я думаю, я ответил на все ваши вопросы, и вы теперь сможете более подробно понять, для чего вам вообще это нужно. А может быть, вам это не нужно, может быть, это не для вас. Еще хотел сказать, что практика Випассаны никаким образом не пересекается ни с какой религией, что это чистая природа, это чистая наука, которую открыл Будда. Это давно забытая практика, и Будда, Готама Будда, 2500 лет назад, снова вернул, открыл эту практику, и теперь большинство людей практикуют Випассану и получают от этого огромные результаты. Поэтому, ребят, я вам всем желаю быть счастливыми и всегда слушать себя, слушать то, что вы хотите реально в этой жизни. Все сбудется. Будьте счастливы. Ом. Ом.